История Холодной войны не знает грандиозных морских баталий. Но число жертв противостояния в океане росло каждый год. Это были вынужденные издержки. Даже обычные аварии в атмосфере международного напряжения были куда более опасными, чем в мирное время. В годы Холодной войны произошло более 70 аварий с участием подводных лодок. 20 из них – это столкновения советских и американских субмарин. Суда противников постоянно следили друг за другом и нередко сближались на опасное расстояние. На защиту дела свободы. На ней необходимо. 8 марта 1968 года советская дизельная подлодка К-129 не вышла на связь с базой. На ее борту находились баллистические ракеты и торпеды с ядерными боеголовками. Следов подводной лодки обнаружить не удалось. И тогда в поисковой операции были задействованы крупные подразделения советского флота и авиации. Снова безрезультатно. К-129 стали считать пропавшей без вести. Свет на ее судьбу пролили американцы. 20 июня 1974 года американский корабль «Гламар Эксплорер» вышел из гавани в Калифорнии. Спустя пару недель он остановился посреди океана и начал странную операцию. Вскоре выяснились истинные задачи «Эксплорера». Судно было построено специально для подъема затонувшей К-129. Подводная лодка, ставшая братской могилой ста советских моряков, находилась на глубине более 5000 метров. Оказалось, они знали точно, где лежит лодка. А раз они знали, значит, они имели информацию о ее гибели. Вот все, вся версия. Значит, лодка погибла не просто так. По официальной версии США, причиной гибели К-129 был взрыв аккумуляторной батареи во время зарядки. Однако советские эксперты утверждали, что подлодка такого типа не могла погубить саму себя в считанные минуты, не успев даже выйти на связь с базой. По нашей версии, К-129 была непреднамеренно протаранена, следящей за ней на критически малых дистанциях и прозевавшей поворот американской подводной лодкой. Мы утверждаем, непреднамеренно, ибо дураков рисковать не было. Командование ВМС США категорически опровергает, эту версию, заявляя, что в районе трагедии не было ни одной американской подлодки. Но факты говорят о другом. По данным советской разведки, спустя три дня после гибели К-129 в японский порт Йокосука зашла американская атомная субмарина «Суортфиш». Рыба-меч имела серьезные повреждения руки, и ей требовался срочный ремонт. Это еще один аргумент в пользу гипотезы о столкновении. Причина гибели К-129 неизвестна до сих пор. Разгадка остается на дне океана или в сейфах архивов ЦРУ. К началу 70-х годов военно-морские силы США обладали целым рядом современных авианосцев, в том числе и самым большим военным судном всех времен и народов — «Энтерпрайз». Ни одного корабля такого класса в СССР не было. Но, как показали исторические события, в СССР была сила, способная противостоять американским гигантам. 11 декабря 1971 года поражение Пакистана в войне с Индией казалось уже неминуемым. 90-тысячная группировка пакистанцев была блокирована в Бенгалии и готовилась капитулировать. Президент США Ричард Никсон направил для поддержки своего разбитого в пух и прах союзника специальное подразделение флота — головной корабль, знаменитый «Энтерпрайз». Индийский военный флот был слишком слаб, чтобы помешать этим намерениям. Но стратегическим союзником Индии являлся СССР. Наша эскадра, Чехенского флота, подошла к Индии. Между американцами и берегами Индии прошли Бенгазский залив. И тоже встали. И навели орудие на американцев. Конфликт был исчерпан. Война была прекращена. «Энтерпрайз» покинул Бенгальский залив. Эффектная демонстрация силы закончилась провалом. Противостояние в океане не исчерпывалось лишь отдельными крупными инцидентами. Оно было постоянным и каждодневным. Старшина-феоктист Федотов выходил в море на рыболовецком судне. Но оно ловило вовсе не пангасиуса. Идет наше судно. Обычный рыболовный сейнер. Но он увешан антеннами, всевозможными проводами окутан. И все, что вокруг него происходит, все фиксируется, все прослушивается, изучается и анализируется. Мы собирали информацию о противостоящей стране. То есть о натовских, американских, английских, норвежских подводных лодках, самолетах, авианосцах. И вот это было основной нашей функцией. Плавание в дальних и незнакомых широтах было опасным само по себе. К тому же советские моряки могли ждать подвоха в любой момент. Идет судно. Облетает нас вертолет. Натовский вертолет облетает. И впереди по курсу сбрасывает какой-то красивый, очень интересный, красочный буй. Естественно, нам интересно, что же это за буй и для чего он. Подплываем, берем его, поднимаем на борт. Стекает вода, капает. Как бы то ли вода, то ли жидкость какая-то. Впечатление, что это вода. Через несколько секунд на судне вспыхнул пожар. Потушить его удалось с огромным трудом. Как потом оказалось, специалисты, которые изучали вот этот интересный буйок и то, что оттуда капало, оказалось, это вот напалм, который в морской воде горит, и который потушить практически невозможно ничем. В фильме «Тайна двух океанов» агенту-диверсанту вражеских спецслужб удалось пробраться на борт подлодки. Профессиональные контрразведчики утверждают, что такой поворот сюжета – это из ряда фантастики. Есть элита в вооруженных силах. Космонавты – это элита, да? Летчики – это элита. Подводники – это элита военно-рукового флота, подводники. Туда идет отдельный отбор, кадровый отбор людей. Не только по медицинским показателям, но и психическим показателям, и по моральным показателям, и по биографическим показателям. Едет отбор туда на службу. Случаи шпионажа среди советских моряков были крайне редкими. Да и контрразведка не спала в шапку. На каждом военном корабле имелась своя агентура. Своего рассвета подводный флот СССР достиг в середине 80-х годов. К тому времени страна спешно освоила строительство тяжелых авианосцев. На воду была спущена целая серия таких кораблей. Моря и океаны бороздили 250 атомных субмарин. По этому показателю СССР превосходило весь блок НАТО. В 1980 году был спущен на воду первый подводный крейсер проекта 941, получивший название «Акула». Советские фантасты прошлых лет не могли себе представить такой подводный корабль. На киноэкране подлодка «Пионер» похожа на комфортабельный отель с номерами люкс. Реальные условия жизни подводников долгие годы были иными. Одну койку посменно делили несколько моряков. «Акулу» завистливые американцы прозвали «Подводным Хилтоном». Для несения боевой службы там были созданы все удобства. Великолепная лодка. Плавательный бассейн с двух дорожек на этой лодке. Двух дорожки, плавательный бассейн. Парная, зона отдыха. И телевизор. Телевизор – любые виды природы России. Хочешь, включая лето, хочешь, включая юг. Впрочем, самое важное свойство «Акулы» заключалось в другом. Когда Михаил Горбачев в 1987 году посещал Северный флот, его супруга Раиса Максимовна у меня спросила, на что способна одна такая подводная лодка? Я ответил, одна «Акула» может стереть с лица земли пол Европы. Но проявить себя в геополитическом противостоянии этим субмаринам было уже не суждено. Холодная война была на исходе. Ее окончание стало причиной упадка советского военного флота. Согласно договорам о разрушении, атомные подводные лодки утилизировались, причем иногда за счет прежнего противника. После распада СССР у российского флота не хватало средств даже на то, чтобы содержать построенные ранее корабли. Поэтому два из пяти советских авианосцев были проданы Китаю, где их превратили в развлекательные центры. Еще по одному Индии и Южной Кореи. Тем временем американский флот продолжал наращивать свою мощь. Даже несмотря на то, что уже никто не пытался оспорить его первенство. ВМС США приняли участие во многих вооруженных конфликтах последних десятилетий от Югославии до Ирака. Итог битвы двух сверхдержав за мировой океан был совсем не таким, как в финале фильма «Тайна двух океанов». Сегодня эта кинолента воспринимается как документ, канувший в лету эпохи. Однако зрители находят в ней параллели и с событиями наших дней. «Тайна двух океанов» «Оcall,